Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру по названию This is the Police. Итак, что тут за вызов? Незаконное проникновение. Ферма. Билл Баклер сообщил, что на его ферму пробрались двое неизвестных и подожгли коробник. На момент вызова преступники пытались проникнуть в дом. Так, это серьезно. Ну-ка, 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 ну-ка. На вызов едет офицер Вандал и офицер Грант. Нормально. Что-то странное. Пугало. Уезжая на работу, Джек заметил, что кто-то всадил кинжал в пугало. На рукоятке выгравирована буква. Понятно. Так, ехать вроде как далеко, да, нужно на вызов. Или же нет. Ну, не так уж близко, это точно, это факт. По-любому. Новый вызов. Гража. Торговый центр. Наркоман пытался спрятать под курткой бутылку дорогого спиртного. Когда его поймали, он закатил истерику. Офицер Стопол выезжает на вызов. Сейчас будет подготовлен отсчет уже. По самому первому вызову. Незаконное проникновение. Возле дома никого нет. Парадная дверь выломана. И внутри маячит чья-то тень. Зайти через главный вход. Потребовать выйти с поднятыми руками. Зайти из черного хода. Потребовать выйти с поднятыми руками. Преступник пойман. Офицер невредима. Замечательно. Просто великолепно. Так. Просто шикарно. Я очень-очень доволен результатом. Сейчас будет подготовлен отсчет от офицера Стопола. Почти. Сэнда. Нужна помощь. Джек. Тут один из новых парней пытался изнасиловать нашего бухгалтера. Мы заперли его в номере отеля, но он угрожает сдать всю организацию полиции. Пусть поговорит с копами с глазу на глаз. Ну, пускай. На вызов едет офицер Берч-младший. Отчет по краже. Преступник пойман. Офицер невредим. Замечательно. Новое задание. Что получается по новым заданиям? Очень-очень интересно мне это узнать. Задание от мафии. Джек. У нас намечается дело в центре города. Восемнадцать тридцать девять. Мы не хотим, чтобы полиция все испортила. Я думаю, тысяча долларов хватит для такого рода просьбы. Ни в коем случае. Вот что я скажу на это. Так. А время, однако, идет. И очень-очень быстро. Нападение с применением огнестрельного оружия. Парковка. Так. Офицер Стовл. И офицер Грант. Едут на вызов. Так. Ну-ка. Вот. Нормально. Я думаю, сейчас это дело будет решено. В кратчайшие сроки. Так. Восемнадцать тридцать девять, по-моему. Как-то так. Будет все понятно. Что да как. В любом случае. Вот. Нападение с применением огнестрельного оружия. Уже на месте. А, это все то же самое дело. Ситуация оказалась куда серьезнее, чем мы думали. Запрашиваем подкрепление. Офицер Бердж-младший может подъехать. И офицер Ревик. Так. Покушение на убийство. Центр города. Прямо посреди улицы упал человек в дорогом костюме. Кажется, его подстрелили. Однако, никто не увидел, кто стрелял и откуда. Человек жив. Скорая уже едет. Офицер Ивамута и офицер Глен едут на вызов. Так. Что же получается здесь? Не совсем понятно. Человек уже положили на носилке, когда раздался еще один выстрел. На этот раз стрелок завершил начатое. Точку обстрела определить не удалось. Однако, это явно один из небоскребов. Броситься к правому небоскребу. Броситься к левому небоскребу. Или методично обследовать территорию. Офицер погиб. Да ладно. Джек, мы не знаем, зачем ты так поступил. Но надеемся, что у тебя была серьезная причина. Не забывай, кто твои друзья. Нам больше не нужны проблемы. Так, нападение с применением огнестрельного оружия. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Гражданские невредимы. Ладно. Попытка ограбления. Пригород. Восьмилетний Кевин. Оставленный один дома. Спрятался под кроватью. В то время, как в дверь квартиры ломятся неизвестные люди. Офицер Робинс. И офицер Шеннел. Едут на вызов. Однозначно. Так, дела. Полицейский участок. Биржа труда. Тут только детективов можно нанять. Все понятно. Все ясно. Хорошо. Ох. Что происходит? Что творится? Просто пипец. Отчет. Так. Попытка ограбления пригорода. Ситуация казалась куда серьезнее. Офицер с того уедет на вызов еще дополнительно. Я думаю, он как самый опытный офицер в смене, а будет очень-очень большой подмогой тем офицерам, которые оказались в затруднительном положении, получается. Попытка ограбления. Преступник пойман, офицер невредимый. Отлично. Просто замечательно. Каждый ваш сотрудник еженедельно получает зарплату. Во всяком случае, каждый живой сотрудник. Но если повременить с бумажной работой, можно немного подзаработать на погибших полицейских, вы будете получать их зарплату, пока они будут числиться живыми и здоровыми. М-м-м-м. Я больше не могу отключать телефон, когда у меня раскалывается голова. Нельзя больше спать до обеда в субботу, перекинув рутины дела на подчиненных. Не получится взять отгул. Но традиция раз в неделю посещать клуб незыблемо. В такие ночи я поглощаю сигарный дым, неведомым ни виды алкоголя и зловоние старческой мочи в перемешку с пьяными отрыжками в опасных для жизни количествах. Так было 30 лет назад. Так случилось и сегодня. Традиции нужно чтить. А если ты остаешься верен традиции, то ты обязан соблюдать и все сопутствующие ритуалы. Когда выкатываешься из клуба в подворотни, нужно набрать побольше воздуха в легкие и досчитать до 100. Если за это время тебя не вывернул наизнанку, можно спокойно выдохнуть и пойти ловить такси. В этот раз я досчитал лишь до 60. Меня прервали. А вживую ты выглядишь даже лучше, чем по телевизору. Нет ничего более невежливого, чем подходить к людям в подворотне у клуба. Это самое интимное пространство в городе. Если заходя сюда, вы распрыскиваете своими грязными ботинками поток самой элитной блевотины Фрибурга. На этот асфальт выворачивает судей, адвокатов, музыкантов, бизнесменов и политиков. Чтобы топтаться тут ногами, нужно быть крайне самонадеянным. И хотя мои глаза были затянуты пьяной пеленой, я сразу понял, кто передо мной. Карикатурный гангстерский костюм из комиксов про Дика Трейси, непонятный акцент, фруктовый одеколон, нахальная походка. Так в газетах описывали Викуса Варгу, новую криминальную звезду Фрибурга. Появившись из ниоткуда и заручившись поддержкой местных панков, Варган нарушал все правила, установленные в бандитской среде. Убивал тех, кого нельзя убивать, торговал тем, чем нельзя торговать, и грабил тех, кого нельзя грабить. Всего за месяц этот человек обрел редкое могущество. Его описывали и как шута, и как сумасшедшего, и как преступного гения, и как пустоголового выскочку. Если бы на месте Варги был кто-то из старых криминальных боссов, его бы давно разрезали на кусочки и выкинули в реку. Но было в стремительной наглости Викуса что-то обезоруживающее. Пока в городе решали, что с ним делать, он уже сжигал дом очередного пристарелого гангстера. Не лучший момент для разговора, мистер Варга. Ты знаешь, как меня зовут? Я польщен, хотя и не очень удивлен, если честно. Ну да, у меня проблемы с манерами. Но ваш город быстро учит всех приезжих. Одной вещь с хорошими манерами можно дойти куда угодно. А я не хочу никуда идти, я хочу остаться. Даже в криминальном мире нужны манеры, мистер Варга. И уж тем более, они не помешают, когда говоришь с пьяным копом, которому хочется срать и блевать одновременно. Да, я думал, у вас во Фрибурге с копами обращаются как с дерьмом. Я смотрю, вы уже успели узнать Фрибург, мистер Варга. Ну, я еще осваиваюсь, осматриваюсь, но я точно знаю, что с обитателями этой подворотни нужно дружить, Джек. Может, манера у меня и не лучшая. Да. Ну, мама говорила, что друзья должны обмениваться телефонами. У вас такой быстрый город, я как будто снова на амфетамины подсел. Просыпаешься утром, а за ночь все уже поубивали друг друга. Так что не тяни со звонком, можешь разговаривать пьяные, так даже веселее. Все равно я, скорее всего, буду под кайфом. Черт, да я и сейчас под кайфом. Так сложно у вас в городе не быть под кайфом. Нравится мне ваш город, Джек. Я бы тут остался. Если бы не номер телефона у меня на руке, на следующее утро я мог бы и не вспомнить этот разговор. Но я зря волновался. Об этой встрече мне вскоре напомнят. Все утро меня мочил запах фруктового диколуа Викуса Варги. Резкий цитрусовый аромат так настойчиво проследовал меня по дому, что я невольно решил, будто Викус поселился у меня в гостиной. Когда я понял, что запах исходит в гигантской корзине с апельсинами, на практике еще сильнее. Мне под дверь подбрасывали письма с угрозами, улики по уголовным делам и даже дохлых харьков. Но фрукты никогда. Ваш подарок? Простите? Это вы привезли корзину апельсинов? Нет, она тут стояла, когда я приехал. Ясно. А вы кто? Сегодня я ваш водитель. И куда мы поедем? На работу. И все? Ну, по пути мы еще кое-куда заедем. Куда? На ранчо. На какой ранчо? Просто на ранчо. Ясно. Утро выдавалось настолько сюрреалистичным, что я не хотел разрушать всю мою лишнюю расспросами. Пока не разговорчивый парень полчаса вес меня черт знать, куда я был уверен, что сейчас мы наедем на кочку, машину затрясет, и я очнусь с подворотни у клуба, уткнувшись носом в гнилую апельсиновую корку. О нет, все было по-настоящему. Молчаливый парень, настоящий звук двигателя, настоящий пыль, настоящая, вырастающая на горизонте ранчо, настоящая. И, кстати, очень знакомое. Помпезное жилище семьи Сэндов десятилетиями не сходит с газетных полос, но мало кому удавалось подобраться к нему ближе, чем на несколько километров. Кажется, мне повезло. Кажется, мне повезло. Я не думал, что вы любите личные встречи, мистер Сэнд. Только если мне приятна компания. А вам приятна моя компания? Сегодня да. Сегодня вообще особенный день. Да, я успел заметить. Ты часто бываешь в клубе, Джек? Каждую неделю. Встречаешься там с людьми? Как правило, нет. Но иногда все же встречаешься, да? Забудешь новые знакомства. Иногда так получается, но хожу я туда не за этим. А зачем же? Такое у меня хобби. Хобби. А ты знаешь что-нибудь о моих хобби? Ну, судя по тому, что я истоптал с полдюжины животных шкур, пока добрался до этого кресла, вы любите охоту. Люблю. Теперь люблю. В детстве она оказалась мне утомительной и слишком медленной, но с возрастом я, кажется, вырастил в себе нужное качество. Какое качество? Терпение. У меня дожидаться нужного момента. Вот смотришь на оленя и понимаешь, что он твой. Ты знаешь, что заслужил его. Ты уже даже решил, на какие блюда пойдет его мясо и куда ты пристроишь рога. Но чтобы получить оленя, нужно ждать. Сидеть в кустах и не шуметь. Профессиональные охотники будут говорить тебе, что охота сложное ремесло, что там много правил, что это окутанное тайнами древнее мастерство, полная чушь. Чтобы получить оленя, нужно просто сидеть в сторонке достаточно долго и точно определить момент, когда уже, наконец, можно стрелять. И научился я этому. Но до тебя, Джек, мне далеко. Всем до тебя далеко. Я не совсем понимаю. Да ладно, Джек, я знаю про полмиллиона. Знаю твой план. Кендрик мне все рассказал. Что и говорить. Я восхищен. Пока одни учатся сдерживать дыхание на полторы минуты и стараются не слишком громко шелестеть листвой, ты сам стал листвой. Ты превратился в куст, вокруг которого оленя плодились и размножались десятилетиями. Но все это время ты держал ружье на готове. Ты прости мне мою излишнюю образность, Джек. Я еще и поеду немного. Я не знаю, что вам там сказал Кендрик, но вы все не так поняли. А мне кажется, я все понял правильно. Мне вообще кажется, что мы отлично друг друга понимаем, Джек. На этой войне мы станем отличными партнерами. Войне? На каждое поколение приходится по одной войне. Мой дед изгнал из города Эмберсонов, когда ему было 27. Мой отец истребил банду этого психа Мориса Белла, когда ему было 30. Мне 69. Я думал, что мне так и не доведется повоевать как следует. Но пришло и мое время. Завтра Викус Варга объявит мне войну. Я обязан буду ответить. Значит, дело Викусе Варге? Я не могу понять, как он думает. Я не знаю, планирует ли он свои действия. Не знаю, какие у него цели. Черт, я не знаю даже, откуда он приехал. Он человек не нашей с тобой породы, понимаешь? А ведь когда он только появился, я предложил ему работать вместе. Считай, официальное приглашение отправил. От руки написал, на дорогой бумаге. И знаешь, что он мне ответил? Большой корзиной с фруктами. Ну, как можно расценивать такое послание? Думаю, это может значить что угодно. Вот именно. Я опаздываю на работу, мистер Сент. Знаешь, Джек, я ведь мог бы тебе прямо сейчас дать полмиллиона. Наличными, в любых купюрах. Но я не хочу оскорблять тебя. Если бы я выслеживал добычу 12 лет, я бы не хотел, чтобы кто-то пристрелил ее вместо меня. Я понимаю тебя, Джек. Я не прошу тебя ничего такого, что противоречило бы твоей натуре. Просто подумай о нашем разговоре. Подумай и позвони мне. Как я уже говорил, сначала в новой жизни мне пришлось отказаться от некоторых старых привычек. Одна из них держаться в стороне от вещей, которые меня не касаются. Теперь я не могу позволить себе такой роскошь, потому что вещей, которые меня не касаются, больше не осталось. Так, помочь Вику Севарге или помочь Кристоферу Сенду. Понятное дело, что Кристофер Сент уже закрепился во Фрибурге. И идти против него это самое настоящее безумие. Поэтому я помогу Кристоферу Сенду. Скажите ему, это Бойт. Я слишком устал, едва держусь на ногах. Могу я пойти домой? Ой, что-то ты часто устаешь как-то. Ну ладно, иди. Хорошо. Получается, по заданиям что выходит? Ой, сколько всего. Позаботьтесь о герое. Завтра состоится церемония. Приглядывайте за героем. Герой у нас офицер Котти. Хорошо. Уезжай на работу. Джек заметил, что кто-то всадил кинжал в пугало. А, ну понятное дело. Это уже было. Так сказать. Что получается по вызовам? Это как-то странно. Уже сколько времени прошло, до сих пор вызовов нет. О! Вот появился вызов. Массовая драка. Ночной клуб. Поступил звонок от управляющего клубом, который сообщил, что в главном зале началась массовая драка. Больше двадцати человек сцепились друг с другом. Охрана не желает вмешиваться, потому что у некоторых дерущихся есть ножи. Ну, там с поля уже лежит несколько раненых. Но никто не знает, почему началась вся эта резня. Спецназ. И, пожалуй, офицер Янси с офицером Чандлером. Я думаю, этого хватит вполне. А можно было бы еще отправить автозак, но я этого делать не стал осознанно. Потому что автозак это очень-очень такой получается мощный способ воздействия. Так же, как и спецназ. Так, отчет должен быть подготовлен. Ситуация оказалась куда-то серьезнее, чем мы думали за прошлом подкрепления. Офицер Устин и офицер Асану. Едут на вызов. Нападение пригород. Подростки выгуливали пса и что-то не поделили. В итоге один натравил собаку на другого. В полицию позвонила девушка, которая каталась на велосипеде неподалеку. Офицер Коти и офицер Перди едут на вызов. Ох, так. Что там в том деле-то, где понадобилось подкрепление? Очень много офицеров занято сейчас. Вызовов крайне много. Не хватает персонала. Очень-очень сильно. Так. Массовая драка. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Гражданские невредимы. Отлично. Нападение в пригороде. Мальчик лежит на земле и с трудом сдерживает гавкающую собаку, которая пытается вцепиться ему в горло. Ударить собаку. Оттащить собаку за ошейник. Выстрелить в воздух. Я думаю, что надо выстрелить в воздух. Собака отпускает мальчика. А ее хозяин убегает. Отложить у девушки велосипед. Приказать подростку остановиться. Побежать следом. Приказать подростку остановиться. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Отлично. Супер. Так. Надо теперь посмотреть. Успеют офицеры приехать до того, как истечет здесь время у нового вызова. Чтобы можно было на новый вызов отправить соответственно новых офицеров. Я думаю, все-таки успеют подъехать. Конечно, это будет достаточно долго по заданию. Да, но все же. Покушение на убийство. Больница Сент-Джона. Линда Говард неразборчиво сообщила, что после визита к стоматологу ей парализовал лицо. Этот монстр вколол мне какой-то яд. Арестуйте его, требует девушка. Офицер Перди, офицер Цубаки. Едут на вызов. Так, что там вообще с вызовами дальше-то получается? Не совсем понятно. Уже вечер. Практически ночь. Но, как говорится, теперь уже... Нужно находиться в участке более долгое время. Так, тут теперь уже надо ждать. Покушение на убийство. Девушки вкололи обычное обезболивающее. Ложная тревога. Все ясно. Так, ну, можно подождать. Вроде как не так уже далеко надо ехать было офицером, да? Может быть, кстати, и успеет. Можно будет сейчас согласиться на этот вызов. Так. Теракт. Ледовая арена Кристофера Сенда. Продавец мороженого обратил внимание на черную сумку, которая пролежала на скамейке пару часов без присмотра. Офицер Янси. Офицер Перди. Офицер Цубаки. Офицер Асану. Едут на вызов. Так, я надеюсь, столько офицеров справится с заданием. Потому что задание достаточно щекотливое. Все-таки угроза теракта это очень-очень страшно. Ах, тем не менее, уже практически 2 часа ночи. 2 часа ночи это все-таки не шутки. Да. И день, можно считать, завершен. Надо посмотреть, что в итоге. Отряд прибыл на место вызова. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что сумка шевелится. Открыть сумку, расстрелять сумку, пока не перестанешь шевелиться. Ничего не предпринимать до приезда саперов. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Гражданские невредимы. Отлично. И, соответственно, день завершен. Кукурузный монумент снесут до конца лета. Фрэнсис Кендрик не займет место Джека Бойда. Администрация города профинансирует фестиваль танцев. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь, подписчики. Всем спасибо за внимание и пока. Пока.